Дима И она запишет рассказ про Якова и про Йосефа И она начинается с таких слов И жил Яков в земле Египетской 17 лет Если мы с вами посмотрим 37 главу Она начинается с таких слов И жил Яков в земле с кранства отца своего Исака в земле Хананской И здесь сразу идет тольдот, родословие И вот житие Якова и Иосеф, 17 лет То есть обычно родословие сейчас начинается с людей Кто был до этого И здесь говорится вот родословие, идет Иосеф И действительно на тот момент из всех детей Иосеф достиг того уровня Чтобы быть духовным людьем Израиля И это мы даже можем видеть исповедение детей Которые взяли и продали Иосеф И дальше написано, что Израиль любил Иосефа более всех сыновей Потому что он был сын старости его Но разве сыном старости был Иосеф? Сыном старости был Иниамин Но Яков знал, что именно в последние годы Иосеф станет сыном, который будет лелеять и заботиться о нем И потому здесь написано, что жил Яков в земле Египетской 17 лет И было дни Якова жизни 100 и 40 лет И дальше представление идет, и пришло время Израиля умереть И призвал он сына своего Иосефа и сказал ему То есть он ему говорит, что если я нашел погавление в глазах твоих Я прошу тебя, чтобы ты вынес свои кости И похоронил их в земле Хананской И что интересно, он делает это что интересно Он не проповедует ему, он ему не просит Он ему не объясняет зачем это Он ему просто ставит на инфактами говорить Он ему просто вынесли Он просто говорит, что я убежал lies И теперь он не просто бросил его Он не просит его Он сказал, что вынесли, и клялся ему И поклонился Израиля на изголовье постели То есть, он берет с него клятву и почитает Иосифа, то есть, два яйца на постели, он почитает его как проницин Египта. Зачем же, Яков, нужно было брать клятву с Иосифа? Неужели это знаю, что было слово? Просто, Яков, уже долго лет жил в Египте. Даже называя своего ребенка Минаше, что в переводе означает забвение. Это означает то, что он говорит, что и забыл я дом отца своего, все те беды, которые были принесены. И теперь начинаются дни жизни моей. И сейчас мы видим, что Бог его возвеличил, он стал вторым человеком после фараона. И Бедраш говорит, что после прихода Якова в Египет, И фараон прекрасно понимал, что это непростая семья. В то время Авраама знал, что это потомки Авраама. И конечно, конечно, фараон мог сказать, что пусть Яков остается здесь, в этой земле. Но клятва, она освобождала Иосифа от того, чтобы похоронить его в Египте. И дальше, собственно, начинаются такие слова. И после всего Иосифу сказали, что он хотел свой боле. И он берет с собой двух сыновей своих, Менаша Ефрема, и пошел к Якову. То есть здесь мы видим огромное почтение. Иосиф, второй человек в Египте. Слышал, что отец его боле. Он берет своих детей, Рожьем, в Египте. И идет почтить отца. Яков из Весилии сказали, вот сын твоего соблюдет к тебе. Израиль собрал силы, написано на Еврители Итхазе, и сел на постели. И он уделил Яков, что Иосиф, который был приехать на его боли, и он сделал все кухоли, и он уничтожил его. То есть, его болезнь, она заключалась просто в слабости. И здесь он укрепился и сел на постели. И дальше он ему говорит такие слова. Бог, всемогущий, на Еврите написано «Эль Шадай», явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам тебе эту землю, потомству твоему, после тебя, во владение вечное. Всегда в Писании, где стоит слово «Эль Шадай», это слово всегда связано с земной и потомством. И вот видите, здесь он как бы не означает. В Писании, как проповеди, он просто ему говорит, напоминает, что встреча Якова с Богом произошла в Хананской земле. Он его опять возвращает из Египта в Хананскую землю. Он как бы ему говорит, что цель наша, наша цель, это не Египет. В Египте просто должен был родиться и выковаться еврейский народ. Но как пророк он понимал, что в последние дни, он говорит, что Бог посетит вас и рукой крепко выведет вас отсюда. И дальше будут такие слова. И ныне, два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия тебе в Египет, мои дети. И дальше он говорит, что Ефрем и Манайсия, как Ревен и Шима, будут мои. Вы представьте эту ситуацию. Ефрем говорит, что дети, оказывается, не его, а Яков говорит, что это мои дети, они мне приближат. И дальше он говорит, что дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они, имени брака своих, будут именоваться в уделе них. Он говорит, что у тебя еще будут дети. И вот те дети, которые будут у тебя после этих детей, они будут твои. Но сейчас эти дети, они принадлежат мне. Когда я шел из Бодопитамии, умерла у меня Рахиль, мать твоя. В земле Ханаанское по дороге. Нет, доходя немного до Ефрахы. И я похоронил ее там, на дороге Кефрахе, что ныне в Ифлеем. И он говорит, что он говорит, что самое дорогое, что у меня была, ты мать твоя, Рахиль. Он говорит, что она умерла, что у меня была была ханаанская земля. Она употребляла и наквала в ерце Кнаю. Он опять как правительные. А вы возвращались в Ханаанский зерно. И опять, что у вас есть. Он говорил, что у него отправился из Мицраин, в ерце Кнаю. И дальше написано... И дальше, и увидел Израил Сеневе и Осипа и сказал кто это? То есть, тут он говорил об этих детей, видел их, и тут он спрашивает кто это? То есть, он стоит перед фактом, так чьи это дети? Кто это? Твои дети или мои дети? И дальше Иосиф говорит, это сыновья мои, которые Бог дал мне здесь. Смотрите, что я делал от Иераков, Иераков сказал, подведи их ко мне, я просто покажу их. Глаза же Израиля притупились от старости, и не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израилу Иосифу, не надеялся я видеть лицо твои, но вот Бог показал мне и детей твоих. И сказал Иосифу, не надеялся я видеть лицо твоим до земли. И отвел их и восемь, отколел его, и поклонился ему лицо своим до земли. И взял Иосиф обоих сыновья своих Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Монасию в левой против правой Израиля, и подвел их к ним. И сказал Иосифу, не надеялся я видеть лицо твоим до земли. И теперь смотрите, как поступает Израиль, о котором писание в лишнем плохо видит. Но Израиль простил правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя этот меньше был, а левую голову на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первым. И вот это слово с намерением положил, на еврите написано сикель. Слово, сикель, корень этого слова, идет сехель, мудрость. И шокель взвешивать. То есть, Яков это сделал с мудростью, хорошо взвесив то, что он делает. И дальше он говорил. И благословил Иосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков этих. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов поедет, Авраама и Исхака. И да возрастут они во множестве посреди земли. То есть, он говорит мало того, что он их благословил, он еще прикрепляет к ним Бога Авраама и Исхака, и он говорит, и они будут называться и моим именем. И сказал Иосифа отцу своему, не знак отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку свою. Но отец не согласился и сказал, знаю сын, он, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, что тобой будут благословлять Израиль, говоря, Бог должен творить тебе, как Ефрему и как Монасий, и поставил Ефрема выше Монасий. То есть, Иосиф увидел эту всю картину, и у него еще было желание переменить руки отца. Потому что Монасий был первенец. И, конечно, он слабо делал на Монасию. Медраж говорит, что он был переводчиком Монасия. Он присутствовал в очень важных разговорах. И в то время этот переводчик был не просто переводчик. Это был человек, который присутствовал при разных значениях в государственных встречах. И он даже был советником у того человека, которому переводил. Но Яков знал, что забвение, то есть забытие своих горлов, оно не может быть первым. Но Яков знал, что если ты куришь на тебя что-то, чтобы убрать от тебя, он не может быть хорошо. Первым должен быть Ефрем. Ефрем. Почему? Потому что из колена Ефрема выйдет Ишо Бену. Иисус с нами. Тот, который будет завоевывать Канаанскую землю. Тот, который приведет Израиль туда, куда он должен был прийти. В обетованную землю. И дальше вы видите, что Яков умер, и он был похоронен в Канаанской земле. И в дальнейшем, то, что Иосиф увидел в Якове, то, что он поклялся ему вынести кости, и то, что он слышал о Канаанской земле, и он говорит, что вынести и меня Канаанскую землю. И этим задерживается эта недельная глава. И в заключение, просто подвести итог, я хочу еще раз, чтобы вы вернулись к Иосифу. Это непростая личность была. И мы помним, что братья с ним сделали. Но в конце он говорит, что это был Божий Пробес. Я не воздам вам за то зло, которое вы причинили мне. Он прощает братья. Он проводит их через покаяние. И в этом покаянии раскрывается колено Иуды. И мы видим, что именно благословение Якова, которое он производит в конце своей жизни на каждой колено, Мудрецы говорят, что здесь именно это благословение было для того, чтобы выявить царственное колено. И вот еще это благословение, которое сделал Моше. И вот еще это благословение, которое сделал Моше. В Зот-Абрахам назвал недельная глава. В том благословении раскрывается Бен-Ямин. Потому что в Уделе Бен-Ямин должно было построено два храма. И вот Йосеф, в его имянии Йосеф, добавил его. Что же добавил его из Иосеф? То есть, что Он говорит, что Йосеф так вернул весь мир зерно. И в Писании говорит, что не хлебом единым в любви человека, всяким словом исходящим, Иисус Бога. Через Иосифа Бог добавляет к Сидраисскому Откровению. Он добавляет Откровение Нового Завета. Вы помните то, что Бог сказал Адаму и Еву в Идамском саду? Плодитесь и раздражайтесь. У них еще не было тел. И написано, что они были ноги. Для чего они были ноги? Чтобы принять тот свет, который исходил от Бога. Чтобы голос Бога звучал внутри. Они должны были умножать этот свет. Но произошло то, что произошло. Но через Иосифа Бог добавляет Новый Завет, который говорит о свете. И Иоанн говорит, что был истинный свет, который пришел в этот мир, чтобы просветить каждого человека. И это говорится в Ишуа. И Ишуа есть пути истин. И Он ведет нас в небесный Иерусалим. Где двенадцать колен, имена двенадцати имен, находятся на вратах. И двенадцать апостолов находятся в основании. И написано, что уже не будет там ни солнца, ни луны. А свет от Бога и от Анца будут освещать этот город. Вы знаете, нам выпало действительно огромное счастье жить в этой земле. Нам очень сложно понимать это. Потому что мы как Иосиф родились в Египте. Но как Ишуа на авену пошли в эту землю. Я хочу сказать, что даже Моушей не пошел. Но нам Бог дал эту возможность войти в эту землю. И как бы мы не хотели, мы должны принять эту землю, полюбить эту землю. Потому что про Гесаев в 42-м главе говорит такие слова, что эта земля с особым духом. Особое откровение имеет эта земля. Потому что слово отсюда вышло. Потому что свет этот вышел. Потому что свет стала маяна. И что ты не должна улучшить в этот учебу. Это моя светлая. Потому что свет здесь. Амин! odie, я знаю. Верно. Вовсе, я училась в теологию. Я училась в теологию. Валерий был в истории Тенахи. И там был курс введения в динархическую историю. И это взяло у нас в больнице. Игорь, он превзошел этот успех, и он за 30 минут успел. Он написал перед нами картину, которая вмещает себя от Эденского сада и до исхода. И за 30 минут это сделать, это надо быть гением. Продолжение следует...